всем привет сегодня мне наконец-то принесли чудесные краски которые я заказала об интернет магазине краски нежнейших пастельных цветов я просто не смогла удержаться чтобы не купить их и в этой линейке я купила не все цвета и думаю что я буду пополнять свои запасы честно говоря мне нравится вот просто владеть такими вещами не знаю очень люблю краски даже при том что я в общем то не пользуюсь практически акрилом у меня очень много акриловой краски я стараюсь покупать вот такие небольшие баночки чтобы опробовать цвет опробовать укрывистость краски и вообще понять насколько мне этот цвет подходит для моей каких-то работ поскольку я очень люблю все-таки пользоваться больше акварелью но есть вещи которые требуют акриловой краски вот и что я купила я сегодня буду пробовать прям вот на листочке бумажки и покажу вам какие цвета будут получаться на бумаге я думаю что на каких-то предметах а поскольку я акрилом больше декорирую поверхности то я думаю что цвет не будет сильно меняться так что это за краска у нас значит эта краска акриловая акрил хобби делюкс именно делюкс компании компании акрил хобби делюкс компании таир по моему до компании таир просто у меня есть несколько подобных красок и иногда я их путаю но вот они подобные по скажем по своей структуре то есть для меня вот эти все упаковочки с ним очень похожи вот у меня есть еще такая краска это vista артиста эта компания тоже сейчас очень широко представлена в леонардо там и кисточки и очень неплохая акварель мне нравится и она не отличается сильно там как-то по качеству от линейки там несколько палитры но я конечно не профессионал поэтому именно в живописи я не могу судить до об их качестве но вот для меня для моих игрушек я вижу что качество хорошее то есть она меня устраивает да и вот они тоже выпустили я купила кстати в леонардо линейку такую матовых оттенков очень тоже они мне нравятся прям вот такие вот я попозже может быть покажу тоже и мятный и шалфей голубой просто не смогла пройти мимо удержаться и купила и очень здорово что они как раз вот тоже в таких вот небольших баночках а вот этих просто не было в маленьких поэтому я вот мне пришлось купить больших но я надеюсь что может быть я буду декорировать тоже какие-то подставочки поэтому мне ну мне тоже подойдет такой размер так открываем открываем баночку что там видим такую прекрасную прекрасный цвет я надеюсь вы тоже видите фисташковый фисташковый цвет и мы будем пробовать все потрясающе конечно я раньше считала что я не любитель пастельных тонов но эти эти краски просто не знаю до 3 сучки меня доводят и я просто не могу удержаться честно говоря не купить а послушайте какое название то есть прошлое был просто фисташковый цвет а это персики в шампанском персики в шампанском боже мой это даже не розовый это вот что-то такое невероятно как это нежное нежное сразу весеннее настроение создается очень хочется быстрее их во что-то употребить но я к сожалению пока не знаю во что единственное может быть я добавлю каких-то на свою поляну акцентов цветовых и может быть желтеньким добавлю там у меня зелень покрытие зелень может какие-то вкрапления сделаю чтобы не смотрел слишком однородно так это что за цвет какой-то мусс вот он закрыт к сожалению какой-то мусс апельсиновый мусс это даже не апельсиновый мусс потому что у меня апельсин конечно с чем-то таким оранжевым ассоциируется это вот такой вот нежненький просто даже не знаю что это нежнейший персик не персик так этот цвет называется по-моему лаванда но тоже не не простое название то есть не просто лаванда про прованская вообще не молодцы что хочу сказать да тот кто разрабатывал эти названия наверно очень хороший маркетолог потому что честно говоря меня и цвет и название краски тоже привлекло то есть для покупки мне нужно было вот это сочетание но если бы это просто был назван там цвет какой-нибудь фиолетовый может быть я и не купила его но когда я считаю что это прованская лаванда или апельсиновый мусс то мне только одно желание немедленно купить эти краски немедленно что-то с ними сделать я тестирую краски на акварельной бумаге у меня есть бумага для акрила и и такие холстики небольшие грунтовый но мне честно говоря просто жалко их тратить вот на пробники а вот акварельной бумаги у меня много поэтому я ее вот так вот трачу так это что тоже тоже признают почему они озон прямо на название поклеили этикетку шалфей вот это шалфей замечательно шалфей я просто без ума у меня кстати вся моя поляна она шалфей покрыта сочетание там с другим цветом посветлее и потемнее другой фирмы но здесь тоже мне кажется я добавлю зелень вот таких оттенков и вот это это просто обалденно мне кажется название уже заклеили девочки и мальчики может быть это лимонный бисквит но вы понимаете вы представляете вообще что это это взрыв мозга это лимонный бисквит это а посмотрите какой цвет это не лимонный цвет это я даже не знаю как вот как назвать это то что я вижу она настолько нежная настолько вот воздушная настолько вдохновляющая ну как можно было не купить вот я вот сейчас сижу уже и жалею что я всю линейку не купила но мне кажется мне пришлось немножко разориться потому что ну наверное еще цветов 6 может быть 7 там точно есть в этой линейке вот таких вот матовые матовые краски и именно вот таких вот не знаю как то у них называется линия или что это как правильно называется именно вот таких вот оттенков необычно с такими необычными названиями вишневый мусс вот была маленькая я взяла конечно маленькую вишневый мусс у нас откроется боже мой смотрите какая чудесность просто такое все весеннее мне кажется будет обалденно обалденно на каких-нибудь что-нибудь такое вот такие грибы может быть сделать в таких цветах а может быть я даже те грибы которые есть я немножко подкрашу раз уж такое дело акценты какие поставлю сюда вот такие краски мне очень нравится смотрите еще как я поздорово приспособила у меня был вот такой лоточек это вообще точек в котором малина была и я очень много малины покупала в прошлом году на рынке и вот таких вот лоточках аккуратненьких она продавалась здесь вот немножко малина ну потекло а у меня еще есть где-то на штук 7 там все чистенькие прямо лоточки и очень удобно вы поставили свои замечательные красочки те которыми хотите работать вот так вот взяли и перенесли на свой стол то есть у меня красок много но всеми я не пользуюсь когда сажусь что-то делать я могу просто отобрать нужные мне цвета предположительно поставить вот в такую емкость и перенести на мой стол ну конечно мне очень нравится краски фирмы пб тут вообще тоже моя любовь у них тоже есть матовые оттенки и тоже нежненькие такие но вот к сожалению они но кстати они сейчас по цене сравнялись вернее даже вот это таир сравнялся вот таких вот баночка спб но я не знаю насчет качества опять же я не профессионал но пб всегда с ним я уже давно и вот отдельные цвета особенно был голубой боже мой назывался он детский голубой какой же он безумно красивый был и он был не ярко-голубой не приглушенно голубую он вот именно как у детей знаете вот маленьких детей глазки когда только родились они вот такого необычно голубого цвета бывает чуть-чуть затемненного потрясающий была тоже краска вот чтобы мы давно дружим ну и вот вот эту фирму она в общем-то доступна по цене и виста артиста и тоже я покупаю кисточки и краски акварельные как я уже говорила и вот некоторые акриловые краски тоже покупаю сейчас я покажу еще несколько цветов вот в этой линейке тоже вот такие потрясающие матовые краски но они в чем-то по цветам может быть схожи с таировскими но все равно я не могу удерживаться от такой прелести все равно они немножко разные да по цветам они отличаются по оттенкам очень такие здоровски так вот этот 1 тоже такие нежненько но чуть более они такие активные на фоне таировский красок те конечно такие понежнее еще больше вот уже голубой смотреть классный это тоже таировский называется нежное небо хотела тоже такой купить прям яркий я это виста видите мне матовые но более такие интенсивные ну и наконец мы можем посмотреть вот какие цвета они немножко подсохли что получилось у нас поближе по моему замечательную наверное вот они подсохли они выглядят чуть поярче наверное чем в баночках но тем не менее мне кажется все равно цвет потрясающий особенно мне нравится вот этот вот фисташковый да по моему первый был и вот этот вот лимонный что-то такое лимонная лимонная красота у нас лимонный бисквит я буду пробовать и обязательно расскажу вам об этом и